Слава и благодарение нашему Господу за то, что мы в сегодняшнем дне еще с вами имеем эту возможность прийти в Дом Божий. Дом Божий и прославить нашего Бога. Увидеть лица друг друга, наполнить сердца Словом Божьим, чтобы от избытка сердца говорили наши уста. И в сегодняшнем дне хотелось бы обратить наше внимание на Евангелие от Марка, вторую главу. Всем известная история, но никогда не стоит нам забывать, что у нас память, память она слаба. И мы слабеем, забываем. И Господь в каждом дне дает нам слово ободрения, научения и возможности справляться. И история эта звучит о том, что Иисус Христос вышел уже на служение и собирает своих учеников. И в этот период времени Он начинает служить народу. И вот один из эпизодов. Иван Григорий от Марка, вторая глава, первого стиха. Через несколько дней опять пришел Он в Капернауму. И слышно стало, что Он в доме. Иисус приходит в селение. Перед этим, в первой главе, Он нам проповедует, проповедует со властью и исцеляет многих больных. И люди видят эту славу Божью, бегут на этот святейник, приходят в это место. Люди, услышав, что Он пришел в Капернауму. И слышно стало, что Он в доме. Сосед передал соседу, друг, другу. Телефонов не было, но слышно стало в доме, что Он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И Он говорил им слово. Люди пришли в этот дом, и собрались, и слышат слово, которое говорит Иисус Христос. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился. И, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленным. Чадо, прощается, к тебе грехи твои. Знаете, братья и сестры, как бы хотелось, чтобы каждый из нас имел эту возможность принести к Иисусу человека. У этого человека, расслабленного, были друзья, или знакомые, или сострадающие люди, которые пожелали прийти, принести к Иисусу этого человека. Но не просто принести и оставить там. Вот мы принесли, и все. Они еще имели дерзновение. Имели дерзновение забраться на крышу к людям, раскрыть кровлю, прокопать ее, совершить труд определенный. Порой, готовы ли мы трудиться ради кого-то? Да, мы принесли на руках наших молитв кого-то, и все. Порой мы дошли до какого-то этапа. Ну все, хватит. Но они принесли его к Иисусу, раскрыли кровлю, прокопали перекрытие и опустили этого человека перед глазами Иисуса. И видя веру их, Иисус говорит расслабленным, чадо, прощаются тебе грехи твои. Вы знаете, на месте хозяев, как вы себя почувствовали бы на месте хозяев? Вот вы в доме собрали народ, хорошо народ собран, слово говорится, люди исцеляются, тут кто есть. И тут у вас что-то там происходит на крыше, раскрывают вам крышу, разбирают и вот носилки опускают в дом. Или выбивают окно, и вот через окно заносят. Какое состояние у хозяев в этой ситуации? Каждому из нас есть возможность задуматься над тем, как мы служим, как мы даем эту жертву, даем возможность приносить к Иисусу. И к Иисусу друзья или знакомые, или люди сострадающие принесли этого человека расслабленного. Там не просто так вот взяли и раскрыли крышу, они что-то там поломали, прокопали кровлю. Прокопать это значит примерно от 40 до 80 сантиметров глины или какого-то бута насыпается. То есть они прокопали, убрали определенное количество материала. Это время, может быть час, может быть больше, потребовалось на то, чтобы этого расслабленного доставить к Иисусу. И эти люди потрудились для того, чтобы доставить этого человека. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленным. Чадо, прощается тебе, грехи твои. Вы знаете, порой мы смотрим на людей и говорим, да что он что-то, какую-то суету создает. Вот он там молится о ком-то уже 5 лет, 10 лет. Что-то там пытается делать, что-то ему говорит. И вот мы порой начинаем судить. Вот так и здесь явились парисеи. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохудствует, что может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас узнал духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего вы так помышляете в сердцах ваших. Вы знаете, вот каждый из вас, и я в том числе, о чем-то думаем. Мы все о чем-то думаем. Несмотря на то, что мы сидим на данный момент в Доме Божьем, и мы о чем-то размышляем. И не всегда о слове Божьем, и не всегда о том, что говорит проповедующий. Не всегда думаем о том, что мы поем. Порой мы заняты чем-то, или даже осуждением, или какими-то действиями. Но Бог, Он видит сердца, Он знает мысли. И Он посмотрел на этих людей и пронзил взглядом сердце. Пронзил взглядом мысли. И сказал, что вы себе вот это думаете? Как вы можете быть в этом доме, вот видя все эти чудеса, видя все это, весь этот труд, и вот так говорить. И Он говорит им, что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Порой мы очень много можем с вами чего говорить, но если в наших словах нет силы, нет понимания, кто есть Бог, нет благоговения перед Богом, нет сокрушения, нет любви, то эти слова не имеют силы. Иисус был Богом, и Он говорит эти слова этому человеку, чтобы он встал. Но если бы Он просто сказал эти слова, но человек не встал, возможно, мы бы с вами не читали эту историю. Он тот час встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никто, ничего такого, никогда ничего такого мы не видали. Вы знаете, братья и сестры, порой нам очень важно пощупать, потрогать, увидеть, убедиться. Но вера, вера в Бога, она невидимая, неосязаемая. Бога непосредственно в данный момент мы потрогать не можем, но Бог действует в нашей жизни. И мы с вами обращаемся к Нему в молитвах, читаем Его Слово, исполняем Его волю, и Господь действует в нашей жизни. Хотелось бы, чтобы каждый из нас молился о том, чтобы стать кому-то таким вот человеком, который понесет, который принесет Богу, который будет не просто слушателем, а еще и делателем. Хотелось бы, чтобы каждый из нас имел эту возможность. Но, знаете, возможность, наверное, каждый будет. Но вот желание не каждый. Хотелось бы, чтобы мы с вами обратились в молитвах, чтобы Господь помог нам увидеть, какие у нас есть сердца, кто мы есть перед Богом, чтобы мы действительно, слыша Слово Божье, исправлялись, научались и обречались к Нему за Его силой. Аминь. Помолимся. Господь, Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе в это время, которое Ты даровал, для того, чтобы мы еще раз и еще раз могли прийти к Тебе, научиться от Тебя, услышать Твое Слово, которое Ты оставил нам в сегодняшнем дне. Несмотря на то, что прошло так много времени в нашем понимании, но эти слова звучат сегодня, и они актуальны для каждого сердца, находящегося здесь, чтобы мы действительно были детьми Твоими, чтобы мы назывались детьми Божьими, святыми людьми Божьи были. И, Господь, веди нас Своим путем, исправляй наши сердца. Ты видишь, Господи, сердце каждого, какие у нас есть там мысли, Господь, удалить то неугодное, что есть в нас, Господи, научай. Просим, Боже, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Аминь.